Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, я очень рад приветствовать вас в России и в Сочи, в столице будущих олимпийских. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за организацию работы в Гватемале и, разумеется, всех членов Международного Олимпийского комитета за результат. Мы сделаем всё для того, чтобы оправдать то доверие, которое оказано Россией и городу Сочи. Вы знаете, что задачи, которые мы ставим перед собой в ходе подготовки Олимпиады, выходят далеко за рамки самих спортивных задач. Для нас это хороший повод для развития Юга России, для решения задач развития инфраструктуры и экологических проблем. Когда мы говорим об экологии, мы с сожалением констатируем, что до сих пор в почти полумиллионном городе нет нормальной канализации, нет до сих пор ненормального электроснабжения. Всё это ненормальная инфраструктура, всё это предстоит решать в ходе подготовки к Олимпийскому. Хочу вас проинформировать, что мы приняли решение о окончательном решении о структуре всех органов, которые будут заниматься подготовкой к Олимпийскому. Мы преобразуем Совет при Президенте по спорту в Совет по спорту и подготовки к Олимпиаде. При этом Совете будет создана экспертная структура, в которую мы привлечём наиболее авторитетных представителей экологических движений России и международных организаций. С тем, чтобы решения по возведению олимпийских объектов и по развитию инфраструктуры проходили серьёзную, глубокую, профессиональную экспертизу и принимались предельно транспарентно и открыто. Текущей работой Совета будет заниматься Президиум во главе с председателем правительства Российской Федерации. В этот Президиум войдут ключевые министры Кабинета министров и представители других ведомств и общественных организаций, которые будут напрямую заниматься подготовкой к Олимпийскому. Мы создадим и Оргкомитет по подготовке к Олимпийским играм, который будет непосредственно работать с нашими коллегами из Международного Олимпийского комитета. Я так понимаю, что они сегодня здесь присутствуют. При Совете наблюдательного совета этой структуры будет вице-премьер, господин Джуков, он вам хорошо известен. Функции исполнительного директа будет господин Ченошенко исполнять, вот он здесь. И он тоже хорошо известен, поскольку занимался подготовкой нашей заявки к Гватемале. Мы приняли решение создать государственную корпорацию по подготовке к Олимпийским играм, которая будет заниматься как развитием инфраструктуры, так и строительством всех олимпийских объектов, с тем, чтобы нам ничего не потерять и не создавать избыточного количества различных коммерческих и государственных структур. Этим будет заниматься, как я сказал, одна государственная корпорация в голове с господином Ивановичем. Мы решили, что это будет именно государственная корпорация, поскольку всё-таки значительные средства будут направляться из федерального бюджета, прежде всего, конечно, на развитие инфраструктуры. Но, разумеется, мы намерены привлекать большое количество бизнес-структур, частных компаний, и такие договорённости, предварительно некоторые уже сформулированные в документах, у нас имеются. Это примерно две трети всех затрат мы планируем за счёт частных инвестиций. Господин Иванович, что хорошо себя зарегистрировал как организатор строительный, он возглавлял одну из крупнейших наших строительных компаний – «Транснефть». Мы договорились с депутатами Государственной Думы, что ещё в эту сессию примем два закона. Один – Олимпийский закон, и второй, касающийся непосредственно этой государственной корпорации. Я надеюсь, что законодательное обеспечение тоже будет осуществлено в сроке без всяких сбоев. Я дал указание правительству Российской Федерации и администрации президента привлечь к этой работе администрацию города Сочи и Краснодарского края с тем, чтобы при подготовке и принятии этих документов были учтены интересы граждан, проживающих в Сочи и в регионе проведения Олимпийских игр. Государственной Думы, уважаемый искренний президент, мы очень рады вас видеть и надеемся, что наши контакты и с вами, и с нашими уважаемыми коллегами из МОК будут с этого момента регулярны. Мы очень надеемся на то, что они окажут нам необходимую поддержку, помощь. Со своей стороны, будем стремиться к тому, чтобы в максимальной степени, безусловно, выполнить все требования Международного Олимпийского комитета. Извините за длинный монолог. Господин президент, прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы принимаете нашу делегацию в ходе вашего пребывания в Сочи. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, которой у меня, кстати, не было в Ватемале, для того, чтобы лично вас поблагодарить. Я не успел воспользоваться даже телефоном, поскольку вы уже улетели, и я официально вас поздравляю с победой в Сочи. Я также благодарю вас за эту важную информацию относительно структуры тех органов, которые будут заниматься строительством Олимпийских объектов и подготовкой к Олимпийским играм вообще, а также относительно создания государственной корпорации. И вы можете рассчитывать на полную поддержку Международного Олимпийского комитета в процессе подготовки к играм. Как вы знаете, я назначил господина Жанна Клода Келли председателем Координационной комиссии. Нет никакой нужны его представлять, поскольку он легендарный лыжник, горный лыжник. И у него также есть уникальный опыт подготовки Олимпийских игр, в частности, в Эльбервиле, в Савое, в 92-м году. Он также являлся председателем Координационной комиссии подготовки игр в Турине и будет оказывать всю необходимую поддержку. Что касается господина Фелли, то это просто ходячая энциклопедия относительно Олимпийских игр и, в частности, зимних видов спорта. Господин Келли и господин Фелли уже встречались сегодня и вчера, имели хорошие контакты с вашими коллегами, с представителями вашей команды. И у нас есть здесь полная уверенность. Но, тем не менее, есть несколько вопросов, которые мы хотели бы с вами обсудить.